привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и мы начинаем наш азиатский плейлист напоминаю что мы сейчас находимся в индонезии на в городе туал это кстати говоря тихий океан и начинаем процедуру прохождения потому что в индонезии говорят это достаточно сложное мероприятие поэтому мы наняли агента уже давно который сделал все notification и за нас это стоило нам 100 американских долларов попросил спустить тузик поехать на пирс костгарда забрать его там и он решит вопросы с карантином это первый шаг в прохождении всех процедур здесь при чекине в индонезию тузик на воде по всем параметрам которые нам прислали вот там вот рыжая лодка и за ней нужно забрать его и карантин ну что народ мы прошли все таможенные процедуры у нас ребята сейчас из таможни и мы наконец-то здесь со прозвью долей вот пришло время и диме пора покидать нас дима спасибо тебе огромное за то что ты с нами провел это время и за такой великолепный переход и с радостью тебя ждем у нас спасибо и вам спасибо огромное гостеприимство за переход за все хорошее вообще очень важно в яхтинге чтобы люди совпадали по взглядам морально потому что два месяца в закрытом пространстве если есть какие-то недопонимания то это всегда очень тяжело а у нас переход был легкий комфортный классный и вам яхтмены я желаю именно таких попутчиков мы едем на берег и провожаем диму в аэропорт мы только что были в городе купили продуктов кстати про города мы вам потом все расскажем мы здесь достаточно долго будем сейчас мы выходим из туала и идем на красивое место то есть здесь спорт а мы хотим стоять на природе у нас тут сейчас куча продуктов вот всякие там мандаринки острые перчики выдвигаемся бай бай туал проходим мимо вот этого большого грузовичка и покидаем этот гостеприимный городок ты довольна мы идем уже на природу дина так вот мы идем у нас здесь куча мелких островочков с великолепными пляжиками но нам нужен совершенно определенный вообще здесь такие острова и в стоять можно везде вот если вы видите вот здесь пляж можно к нему подойти потом вот там еще один остров еще один остров и здесь этих островов просто тысячи поэтому мы знаем уже место куда мы идем и сейчас так по чуть-чуть по чуть-чуть выползем из этого великолепного места мы сейчас проходим на внешнюю сторону и будем закрыты от внешней воды только вот этими островами но хотя сейчас погода такая что ветра нет мы решили что раз мы свободное как птицы как рыбы как дельфины как ракушки и шли на в одно место в итоге пока шли увидели красивый красивый остров который идеально круглой формы и по всему кругу пляж не пошел все получится туда стать но мы решили ведь мы свободны можем позволить попробовать сменить план короче мы таки стали вот островок на нем великолепный пляж мы стали здесь видно мель на где-то 8 метрах а сейчас под нами 25 здесь очень большой дробь но мы надеюсь будем стоять нормально и и как и и и и Ты готова на берег? Да. Поехали. Какой великолепный островочек, тут даже видно, вот сегодня прошел дождь и такой широченный красивый пляж, тебе нравится здесь? Ну, какой есть. Я думаю, хочу обойти по кругу, потому что полуостров там. Да. Но он кругленький. Да. Что ты нашла? Краба в какой-то непонятной штуке, которая вместо ракушки снимает. Это кокос какой-то. Краб понятно. И он не красный, а такой прям и прикольный. Это пластик какой-то или что это у него? Не знаю. Какая-то непонятная. Ну, весьма стильная. Нашел же, а? А говоришь, пластик в природе плохо. Он кому-то пластик, кому-то домик. Ну что, ты много ракушек нашла полезных? Как мы стали на этот мешок тяжелее. Ужасный. Здесь прикольное есть? Да. Ну, тут не прямо очень-очень много видов. Ну, тут смотри, что я нашла. Видишь? Вот этот великолепный конус. Ага. В суперсостоянии. Я вот так ходила по коленам в воде везде. И тут новый вид вот этих big clamshell. Я тебе дома покажу. Ну, вот они видно. Есть такие, как у меня были те, только с розовеньким по форме другие. Да. Сменилась. Что, на лодку? Да. Ну, вот у нас уже сейчас пришло утро. Великолепный день. Мы смотрим под воду. Здесь, конечно, вообще все великолепно видно. Коралловый риф. Сейчас я вам покажу. Тут неимоверное количество рыб. Вот они. Все под нами. Прямо все. И видно риф. И под нами где-то около 15 метров глубины. Здесь такая визибилити вообще великолепная. Супер. А мы сейчас поедем вот на тот второй островочек. Перед ним встанем. Риф живой. Риф живой. Да. Здесь вообще все великолепно. Вон наша якорная цепь видна. Мы ее специально бросали, чтобы на риф она не попала. То есть мы стоим вообще великолепно. Так. Ну что, мы двигаемся. Мы двигаемся туда. Ну, на самом деле нам надо вот на тот островок. А туда мы идем, потому что здесь с левой стороны мелкая. И мы вот так вот сейчас это все по кругу объедем. Под нами глубина около 80 метров. Посмотрите, какая плоская и красивая водичка. Мы бросили якорь на 12 метрах. Видно, как наша цепь идет. И там зарыт якорь. Мы находимся совершенно недалеко от островочка. Такой милый островок. Единственное, что у нас немного с погодой. Тут какие-то тучи подходят, затягивает небо. Но там еще виднеется немного голубого. Ну, очень хотелось бы, чтобы эта погода стала недождливой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После того, как мы побывали здесь на острове, мы решили посмотреть, что же здесь под водой находится в данной акватории. Как мы увидели, риф здесь находится везде вокруг острова и, соответственно, наше путешествие много времени не заняло. Мы подъехали там, где голубая вода и находите такие темные пятна, ныряете и это будет коралловый риф. Ну, естественно, он здесь скудненький, дальше должно быть сильно лучше. Маленькие разноцветные рыбки тоже присутствуют. Этот голубой коралл вообще великолепный, то есть он и на солнце отражается и вообще. Лежат огромные губки больших размеров, то есть это вообще такое из кальция, такое выглядит как камень плотная. Дальше вокруг живых кораллов много рыб, ну и естественно там валяются кораллы, которые мертвые. В общем, акватория не суперинтересная, но немножко понырять, провести время здесь вполне себе нормально. Ну и посмотреть, что же здесь такого под водой интересного есть, хотя, в принципе, интересного здесь совсем мало. И такие небольшие коралловые шапки, маленькие рыбки, ну в принципе, все больше тут особо смотреть нечего, дальше будет лучше. Ну и нашли анимон и рыбку клоуна, и здесь этот анимон лежит на дне, красивый. Кстати, про анимон мы вам дальше будем рассказывать. Мы приехали на пляжик. Сейчас у нас 6.16 с копеечками, так как солнце еще яркое, вы видите, у меня кепочка, посмотрите, что здесь написано. Папуа, Новая Гвинея, Яхт-клуб. Хова? Здесь ее можно выгнуть как угодно. Но мы приехали не для того, чтобы выгибать мою шапку, а для того, чтобы пройти по этому островку вокруг. И как только мы сюда приехали, здесь нас на берегу встретила вот такая вот конструкция. Инсталляция. Что это такое, вы спросите? Я думаю, что это Севастопольский пляж, готов к приему туристов на следующий сезон. Там сидит человек в каске и потеет, как сатана, так ему и надо. Короче, мы идем вокруг острова, и у нас будет прогулочка. Посмотрим, что здесь интересного мы увидим. Тут вообще эти пауки, это просто что-то страшное. Они здесь везде. Просто вот вообще я в лес туда не пойду. Потому что вот он. Их здесь, вот это вот сверху, это все паутина. Это у них тут семейное гнездо. Как я вам говорил, мы открываем для себя Индонезию вместе с вами. То есть, несмотря на то, что есть туристические места, такие как Бали. Но мы-то не о туризме. Мы не ходим в тех местах, где есть туристы. Мы ходим в тех местах, где как раз никого нет. И в этом весь прикол нашего яхтинга. Что вроде о Индонезии слышали все. Но где находится Туал? Кто знает, кто в Индонезии даже был на каких-то туристических местах. И вот мы с вами открываем эти сейчас места здесь. Пока нам все очень нравится. Мы думали, что Индонезия будет сильно хуже. Оказалось просто великолепно. Но посмотрим. Пока так, а дальше будет видно. Вон тут настоящие кокосовые пальмы имеются. Кокосов! Вообще в Индонезии большое количество мусора. Здесь Туал это не самый туристический регион. Но, тем не менее, здесь вот та сторона, на которую прилетают волны и хай-тайд выносит вот такой мусор. А если мы берем какую-то Джайапуру, там вообще жесть. Но, несмотря на то, что, как бы, здесь не сильно заботятся об экологии, Вообще количество мусора, ну, нельзя сказать, что прямо ужас. Потому что, когда я был на севере, на Вест-Попоа, там реально ужас. А здесь, ну, конечно, пластик валяется, но его не по колено. То есть, не как там на Доминикане, когда я вам показывал, там, не знаю, по пояс вы выходите на пляж. Здесь просто валяется какой-то вот такой вот мусор. Тут очень много красных кораллов, но этот бордового, очень красивого цвета. Сейчас, погоди. Пойдет со мной. Он такой, ну, яркий, да. Сейчас low tide, вы видите, насколько вода ушла вниз. А чтобы понять, где находится хай-тайд, можно подойти вот сюда, вот к кустам. И посмотреть, где основная линия. То есть, вот это вот, это типа не самый верхний. Вот это обычный. И вот сюда заносит иногда на высоком приливе. Поэтому вот отсюда до сюда, это как раз вот линия тайдов. А вот это то, что вы сейчас видите, пляж, который слева, это пляж, который уехал на низкой воде, на отливе. Ну, а тут для тех, кто любит джакузи. Оголился риф и сделал здесь закрытую ванну. Смотрите, течение есть, то можно лыжиться там на каком-нибудь, я не знаю, додумной матрасе. И сползать по этому. Ну, такое течение небольшое. Ну, как раз. Ой. Это что, орхидеи? Это пальма так цветет. Это не сам, это че. Это ее. Ее цветы. Класс. Прикольно, здесь такой пляж на лоутайде, да? Да. Широкий. Как для местных реалий. А тут нас ожидает определенный квест. Смотри, спереди какие кусты. Как это, где-то непроходимо, возвращаемся. Ну, хорошо. Ладно. Легко ты сдался. Тут у нас мнение разделились. Дина пошла через низ. Я полез. Ой. Видишь, что про это шло? Я полез через верх. То есть твоя версия была более правильная, чем моя, да? Ну, зато здесь красиво гулять. Красиво. Как ты думаешь, это дерево здесь росло, упало или его принесло на каком-то катаклизме? Я как-то принесло. То есть это такой дрифт-вуд полноформатный? Нет, нет, нет. Это на кузее росло упало, оно было вот рядом вот этого дерева, например. Ну, может быть, да. Здесь деревья, кстати, высокие очень. Да, это же здесь деревья. Ну вот, давай, покажи, как ты пойдешь. Ага, ага, нету в обходах. Там, да. Есть такое подозрение, что этот остров не имеет конца. Он такой длинный. И там еще большая песчаная коса. Может быть, это уже его конец, потому что... Потому что я уже устал идти вдоль всего этого маленького острова. Я думал, мы его сейчас за 15 минут обойдем. Ага. Уже полчаса, как минимум, мы еще не дошли до конца наветренной стороны. Ужас! Дина, куда ты меня завела? Так, вот он, край острова. Определяется очень просто. Если валяется мусор, значит, мы на краю. Дина, не надо тебе шлепки. Сейчас мы поворачиваем направо, и потом столько же идем в обратную сторону. Смотрите, народ, здесь на острове, на внешней стороне, стоит маяк. И вот поваленные деревья, такие огромные, не знаю, метра по три, наверное, высотой. Короче, оп. Вот такие вот. И не один, вот еще один. И там, я так понимаю, что за ним еще один. Круто. Масштабненько. А вот и ядовитый конус. Мы выходим уже на нашу сторону, на подветренную. Там, где у нас стоит наша лодка. Ну, какую я ракушечку нашел. Как называется эта ракушка? Спайдер шелл. Она не ядовитая? Нет, не ядовитая. Ну, она все равно мертвая. Так что? Ну, красивенькая такая, прямо эти шипы торчат. Короче, вон наша лодка, ее уже видно. А вот здесь видно, прямо как прилив идет. Смотрите, какая четкая полосочка. И она идет такая ровная-ровная. Это вот как раз приливная волна. Это, наверное, прошлый прилив, который был. А тут вот дерево спереди подмыло, как. Прямо такая пещера из корней получилась. Тут все прямо серьезно по размеру. Такое. Что это такое, мешки? Вот так конусы леопардусы. Ядовитые? Да. Но мертвые. Там их нету? Нет. Там есть угол. Умиральная конуса леопардусов. Ужасные вещи у тебя происходят. Я не пошел, поэтому... О, наутилус не... Ну, мне руки зают. Ладно. Ну, он давненечко, конечно. Лежит? Да, беспокоится он есть. Но перламутр у него хороший. Смотри. О, наутилус. Класс. Комары. Я его бросаю, потому что... Да, пожалуйста. Их двое? Двое, да. Видите вот это вот движение на воде? Это акулы маленькие. Да? Вон, удирают. Все. Удрали. Там спереди уже видно наш тузик. Наконец-то мы уже на финишной прямой. Вон слева наша лодочка стоит на якоре. И вот этот великолепный пляж. Прямая дорога к нашему тузику. Вот уже наша лодка. Мы ее уже даже прошли. И вот он наш тузик. Наконец-то мы обошли этот остров. Остров оказался, ну, прямо сильно больше, чем я рассчитывал. Наверное, раза в три. Ну, ничего, сколько? Ну, вот где-то около часа у нас заняло его обойти. Не маленький. Я думаю, больше. Не, около часа, я думаю, все-таки. Народу я вам покажу немножечко ужаса. Короче, здесь много комаров. Их не просто много, их очень много. Дина, что ты хотела показать? Я хотела показать у нас на простынях трупов комаров. Я не знаю. Вот эти вот точечки, это все комары. Причем, почему они умирали? Может быть, потому что Дина набрызгалась ядом, и они садились и умирали. А еще у нас есть... Вон они. Такие штуки. Вы поняли, что это такое. Сюда таблеточку и в USB. Очень прикольная фигня, очень хорошо работает. Короче, must have. У нас их две штуки, и он пуча таблеток. Мы переходим на другой остров. Дина у нас вынимает якорь. А мы, в принципе, готовы, можно сказать, выходить. Тут сейчас такой достаточно стрёмный выход. Вот мы идем мимо Мели слева. Ее здесь слева не видно. А справа, которую мы проходим, ее вот хорошо видно. Но до нее далеко, а где-то слева тут тоже она есть. Я не знаю, где мне ее не видно, потому что солнце отсвечивает. А в эту сторону окей. Так, все, мы прошли Мель и идем нам туда, на острова. Короче, здесь, когда мы идем между островами, много рыбацких ферм. В принципе, они не то, чтобы там какую-то проблему создают. Но нужно быть внимательным, потому что они могут быть на пути. Ну и еще проблему создают плавающий мусор, ловушки. Но здесь это все, в принципе, окей. То есть это не прямо там вызывает какой-то кошмар. А фермы выглядят вот так вот. Стоит вот такая вот штука с двумя мачтами. Потом вот у нас еще их там несколько на пути. Вот видите, чуть левее. Они не проблемные, просто нужно их обходить. Вот там прямо буйок. Мы идем на него. Дин, на Старборд 10 дай, пожалуйста. Дин. Вот сейчас мы проходим одну такую ферму прямо рядышком с нами. Мы подходим. Здесь сейчас такая красивая коса. Вот здесь мы возле нее будем стоять. Сейчас у нас 12 метров глубины. Вот мы зашли уже на вот эту вот мелкую часть. Вон голубенькая водичка. Короче, мы стали на 8 метрах и сейчас вывалили 50 метров цепи. И у нас под нами глубина 12 метров. Надеюсь, что там будет в ту сторону. Нас не потащат. У нас 2,5 метра осадка. Я думаю, мы туда до мели прямо не доедем. У нас тут глубины, правда, сейчас показывают, что мы стоим на 2,5 метрах. В реальности мы стоим на 11, но все равно на мели. У нас тут такая зелененькая водичка. То есть под нами песок 10 метров глубины. Ну, более идеального якоринга, наверное, найти сложно. Ну что, собираемся и едем на эту прекрасную косу, которую вы только что видели. Интересно посмотреть. Это местная достопримечательность. Сюда вывозят туристов. Но мы можем это делать. Сильно в другое время, когда туристов уже нет. Им нужно ехать на берег. У нас сейчас 5 часов. Час осталось до заката. И всех туристов уже повезли обратно. А вся коса в нашем распоряжении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так вот мы приехали на островок и вот она идет вот туда вот так называется snake island я так понимаю что это на отливе ну этот нам но этот нам сказал так агент picturesque слушай ну красивые видео здесь получается ну brestaking view короче этот остров очень прикольный если бы не туристы которые сюда приезжают в большом количестве но я так понимаю что это достаточно туристическое место куда приезжают много людей уже здесь было за последний час четыре лодки ну как бы место и место мы здесь находим себе смотрите закат и мы здесь потому что ехать к нам к лодке вон она на заднем плане совсем близко и мы можем себе позволить здесь хоть ночью приехать если тайт не скроет этот остров из виду вообще а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, у нас уже здесь солнце село, поэтому мы решили пройтись прогуляться Там на фоне гуляет Дина А вот спереди туда идет вот этот Снэк Айленд И, судя по всему, тут сейчас есть выход вообще прямо на берег Короче, все здесь понятно Можно пройти И здесь не глубоко, и можно пройти прямо на берег Тут, правда, заканчивается уже остров, но тут осталось там метров пятьсот И глубина здесь, ну, совсем небольшая По щиколотку Я думаю, великолепное время, чтобы поехать на лодку Сейчас идем к нашему Тузику Садимся, и вот наша лодочка уже светится огоньком И нас заманивает К себе на ужин Ну, вот мы уже часик здесь посидели И вы помните, как стоял Тузик, когда мы сюда приехали Ну, в общем, теперь придется его стаскивать в воду Хоть здесь мы вроде и недалеко отъехали Но, тем не менее, он пытался до последнего остаться в воде Посмотрите, какая натянута веревка И стоит якорь Якорь зарыт И наш Тузик даже уже не касается воды Смотрите, что у нас есть Знаете, что это будут? Это будет гриль Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну что, ты уже попробовала? И как? Очень вкусно Хотя мясо, на самом деле, странное немножко было Ну, прям сильно вкусно То есть, ты довольна? Да Все, друзья, нам приятного аппетита Ну, и вам, наверное, тоже У нас сейчас зарядил такой мощный тропический дождик Вообще, все вокруг такое Посмотрите, сколько воды течет с неба Офигенно Ничего не видно Мы прямо в центре этого всего находимся Ну что, ты готова? Куда мы едем? Мы едем поплавать Посмотреть, что здесь За риф такой Возле этой волшебной косы Откуда у тебя знания, что это тут нормальное? Дядечка, который водитель одной лодки Который привозит сюда туристов Он Я у него спросила, где красиво поплавать Он мне показал Ну вот мы Погода, конечно, сероватая Но не выбираем Мы уже завтра отсюда уходим Поэтому сегодня надо все изведать Ну, оно не выглядит здесь, конечно, как что Ну, что есть Голубенькая водичка Все равно красиво поплавать В целом, здесь подводный мир Возле этих островов настолько скудный Что, наверное, туда даже лазить особого смысла нет Но если мы уже здесь И, как нам сказали в Индонезии Интересная нырялка То опустить голову под воду И посмотреть, что же здесь происходит Стоило Хотя, по большому счету Если мы сравним с акваториями Которые будут перед нами в будущем То здесь, конечно, смотреть нечего вообще Но ничего Покупаться Остудить себя после того Как мы побывали много на солнце Тоже неплохо Ну, мелкие рыбы здесь есть Кораллы здесь иногда какие-то стоят Вот есть ракушки Это спайдер конг Живой То есть мы его, естественно, не брали Он в глаза и торчат Дина его нашла Посмотрела в глаза И отпустила Ну что, народ Вот начало нашего путешествия Подошло к концу Первая серия из наших индонезийских приключений Закончилась Дальше у нас будет небольшой офшорчик И мы будем идти на север Потому что наша задача попасть на Раджа Ампат Если вы не знаете, что это такое и где Я вам скажу, что большинство мест, когда люди говорят Индонезия Раджа Ампат Это то, что приходит в голову тем, кто хотя бы раз здесь был Индонезия Это те места, где больше всего люди уделяют время дайвингу И вообще это считается такая мека для дайверов Куда стараются попасть все хотя бы раз в своей жизни Потому что здесь очень интересно под водой Очень круто И очень много эндемиков, которые мы хотим посмотреть и хотим вам показать И у нас будет идея Мы хотим больше уделять времени подводной съемке И, собственно, и я, и Дина Это то, что нам нравится То, что нас драйвит Мы будем этим заниматься Но нам нужно попасть для начала в Раджа Ампат И мы будем рассказывать вам дальше о нашем пути Нас ждет где-то в районе 300-350 миль Мы должны попасть в Саронг Это опять Папуа Остров, но не Папуа, Новая Гвинея Остров Папуа, но это Индонезийская часть Подписываемся на канал Проверяем колокольчик Не забываем, что у нас есть телеграм-канал В котором мы постим все интересное И right now, right here Прямо из тех мест, где мы бываем Потому что видео наши выходят в любом случае с задержкой Но чтобы туда попасть Нужно пройти бот Ответить правильно на вопросы И если вы с нами на одной волне Вы адекватные люди То добро пожаловать в наш телеграм Ну а если не прошли Значит оно вам и не надо Все, еще раз Подписка, колокол Пишем коммент Обязательно ставим лайк Делимся Если есть желание поделиться И до встречи в следующем выпуске Будет круто Пока Субтитры подогнал «Симон»